Контролировать эмоции, сдерживать эмоции, как управлять эмоциями, что делать, чтобы не возникали эмоциональные блоки в тени. Это самые частые задаваемые вопросы. Людей беспокоят, как я могу помочь себе сам. На самом деле, политика сдерживания агрессии или какой-то обиды это очень такая штука недолговременная. Или другими словами, это небезопасно. Ты можешь сдерживать свою агрессию час, два, три, и в какой-то момент она просто будет выплескиваться. Кто-то свою агрессию может передержать год, несколько лет, и это приведет его к хронической усталости. То есть образуются блоки, потом этот внешний фон уйдет, а внутреннее перенапряжение останется. Представьте, агрессия внутренняя есть, но фактически вокруг ничего такого не происходит, чтобы эту агрессию проявлять. И ум даже не понимает, откуда эта агрессия взялась. А человек тратит на сдерживание большого количества энергии. Организм наш тратит энергии на сдерживание больше, чем на проявление. Проявить агрессию – это менее затратно, чем ее держать несколько лет. Это как, помните, в кино, где гранату чеку выдернули и вот так держат потом несколько часов, потом разжать не могут. Вот хроническая усталость – это вот ты с гранатой сидишь вот так и не можешь руку разжать. И потом тебе говорят – отпусти, отпусти, а ты не можешь. Ко мне приходят, потом я эту гранату разжимаю. И вот происходит взрыв эмоциональный, катарсис, плачут, кричат и так далее. Но что делать в моменте и как этим управлять? Во-первых, так же, как и на сессии, все делается через дыхание. Когда ты проявляешь агрессию или ты хочешь проявить агрессию, но ее проявить нельзя, потому что мы в социуме. Допустим, ты в ресторане, и кто-то тебе там позвонил, и тебе охота на него накричать или там что-то как-то проявить. Ты делаешь глубокий вдох и делаешь глубокий выдох. Потом ты проговариваешь ситуацию, ты говоришь – я сейчас злой. Признание ситуации – это 80% решения проблемы. И ты говоришь – я сейчас злой. И выпускаешь эту агрессию с дыханием. Выпустил. Ты теперь говоришь – я прощаю этого человека, который мне там вот сказал какую-то гадость. Делаешь глубокий вдох и выдох. И что-то я не простил. Ты опять – я прощаю тебя за то, что ты мудак. И опять глубокий вдох и выдох. И так несколько раз. Потом, когда вот эта агрессия ушла, и ты этого мудака уже простил, ты говоришь – я благодарен тебе за то, что ты спровоцировал у меня эту эмоцию, и она проявилась каким-то таким вот образом во благо для меня. Опять делаешь глубокий вдох и любовь и благодарность этому человеку. Дышишь до тех пор, пока вот эта любовь и благодарность не пойдет. Как только любовь и благодарность пошла в его сторону – все. Эмоционального блока нету, агрессии нету. Достаточно позитивная и конструктивная эмоция. Ты не навредил ему, ты сам в хорошем состоянии. Вот управление эмоциональным фоном. И так с агрессией, со злостью, с обидой, с любой эмоцией можно ее довести к любви и благодарности. Смотрите, кейс рассказываю. Я припарковал машину возле сил КВ, купил воды, выхожу, и на мою машину скатилась другая машина. Капец, он мне крыло помял. Конечно, я был неадекватен очень. И вокруг бегают – брат, брат, что-то говорим все. А я про себя говорю – я прощаю вас за то, что вы помяли мне крыло. Дышу, 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 все, простил. Теперь я прощаю вас за то, что вы сейчас уехали, убежали, и ничего мне машину не отремонтировали. Опять дышу, 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 простил. Теперь я прощаю вас за то, что вы пообещали отремонтировать, и все равно не отремонтировали. Опять дышу. Потом я прощаю вас за то, что у вас нет страховки, вы вызвали ментов, и мы вот мудимся с вами месяц, короче. Я вас за это прощаю. Все ситуации негативные, которые могли возникнуть, я стою и дышу. Но я с ними при этом сейчас не разговариваю. Я не знаю, прошло минута, пять минут. Потом, когда я это все продышал, я им говорю – короче, ребята, сделайте так, чтобы меня это вообще не касалось. И все, я сел в машину и, короче, уехал. На следующий день я приезжаю на СТО. Как так можно? Телефон не взял, свой не оставил. Он говорит – а если бы мы тебя кинули? Я говорю – а если бы вы меня кинули, я бы поехал на работу, и вашего вот это говно сейчас не слушал. Они же не знают, что я их простил, а я простил. Он говорит – где работаешь? Я сказал адрес, он говорит – я тебя отвезу. Они меня пока в машину делали, неделю возили на работу и домой. Каждый раз он извиняется. Я говорю – ты знаешь, ты можешь не извиняться, я вообще думаю, что ты не виноват. Он говорит – почему? Потому что я в коробке масло хотел поменять месяц, и вот масло с собой возил, сейчас вот поменял. Заплатил еще за замену масла, пока мне машину украсили. И он вот так на меня смотрит, и он говорит – а я хотел ручник сделать. А у него ручник сорвался, он на меня скатился, представляете? То есть и мы два дурака друг друга нашли. И когда мы оба поняли, из-за чего мы встретились, то в принципе претензий не было никому. Теперь он вовремя делает ручник, а я вовремя меняю масло. Если глобально вот так брать, то каждая ситуация для чего-то нам дана. 100% есть незавершенность. И у него, и у меня, и поэтому у нас ДТП. Это любое, даже если честно, если хватит духовной смелости отстраниться прям сильно-сильно масштабно, то можно разобрать и понять любую ситуацию. Но, конечно же, очень сложно разбираться, когда касается конкретно тебя. В данной ситуации конкретно моя машина поломанная стала. И это очень большая внутренняя работа была проделана. Сейчас стало духовных людей чуть больше просто. И вот это через эзотерику духовность стала попадать в массы. Таких людей стало сильно больше, чем было 20 лет назад.